всем привет давно хотел заснять такое видео которое будет посвящено вопросу который не раз поднимался и на форумах и на ютубе но вот хочется свой тоже ответ дать о возможности пайки современных bga чипов крупных чипов конечно речь не идет там о каких-то мелких контроллерах шумках и так далее именно о bga чипах крупных корпусах это видео чипы мосты и процессоры будет пайка на примере xbox one pad специально взял такую плату потому что плата довольно большая по площади с толстым текстолитом крупным чипом проц что-то около примерно 4 на 4 сантиметра там чуть-чуть поменьше но с крупным кристаллом и металлической рамкой вот эта плата подопытная это донор просто тут не снимался все родное просто стреляны стреляны по питанию поэтому паять его будет не жалко по размерам сейчас посмотрим да получается где-то 30 почти 39 на 39 такой чип значит суть этого эксперимента в принципе я результат его знаю но тем не менее обозначен суть эксперимента показать что при хорошем фене с нормальной насадкой с нормальным низом можно паять bga чипы таких размеров и не просто паять потому что понятно что снять можно все что угодно нам выставить какие-то нереальные температуры а именно паять на адекватной температуре именно температура верха будет максимум 260 с копейками но прям максимум вот по факту в общем то такие такого размера чипы появятся примерно 255 257 градусов самого фена паять я буду поставлю камеру буду паять в один дубль просто ускорю видео для того чтобы не было никаких сомнений паять буду на таком оригинальном фене так века 850 7d оригинальная насадка для bga 44 на 44 вниз магистр c20 t60 площадь 300 на 300 по температуре у этого тормостола максимальная 350 градусов это по датчику который находится в центре под плитой верхней части это максимальная его температура которая безопасна для баки плат но до этой температуры доводить не будем выдерживать более низкую температуру я предполагаю наверное в районе 315 градусов примерно вверх у нас будет там порядка 260 может быть даже чуть поменьше чтобы условия эксперимента были максимально аутентичные какому-то небольшому сервису или начинающему мастеру то есть бюджетный такой скажем вариант ремонта недорогой верх недорогой низ и расходники у нас будут недорогие я не буду использовать вот этот плюс 8300 то что навряд ли сервис который задается вопросами можно ли паять на фене будет использовать такой флюз мы будем юзать вот такой китайский флюз для снятия вам вполне подойдет итак расположил плату на стойках на подогреве вот такой общий вид сейчас камеру мне придется поближе подвинуть чтобы было более наглядно видно но самое главное область пайки фена и два контроллера с температурами что попали в кадр было видно на каких температурах происходит пайка и так все готово сейчас запускаем процесс пайки напомню что видео я ускорю чтоб сэкономить ваше время и а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У Xbox One одни самых сложных процессоров для снятия Субтитры создавал DimaTorzok И сейчас покажу сам чип Субтитры создавал DimaTorzok Итак, подведем итоги Я думаю, что ответ и так ясен Возможно ли паять на фене Не используя ИК Использую, конечно, при условии хорошего фена С насадкой, с хорошим подогревом Конечно, можно использовать, можно успешно паять Паять без свинец При этом без угрева для чипа Температура у нас была около 260 И то непродолжительное время Но это далеко не критичная температура для чипов Поэтому паяется все без проблем В зависимости от ситуации я паяю и на ИК, и паяю на фене Смотря какая именно техника Какая станция свободна и тому подобное Если там ИК занято, я паяю на фене Конечно, фен чуть дольше прогревает подобный чип, чем ИК То есть такие чипы стараюсь паять на ИК Более-таки массивные чипы Но, как уже говорил Это не является стопроцентным обязательным фактором для успешной пайки Всем спасибо и пока!